Девушки отдыхают Я так занимаюсь в свободное от работы время сваркой, распилкой и разными другими делами, потому что в полной мере заняться тем, к чему Господь Бог меня расположил, нет никакой возможности. Действительно, в России половина страны, половина народа работает не по профессии. Образование убито, в том числе и профессиональное образование, поэтому найти просто работника, который сделал бы тебе то, что ты задумал, и еще и посоветовал, как сделать, практически невозможно. Приходится все осваивать самому, и это, конечно, приносит какое-то удовольствие, то есть как строитель у меня какие-то строительные гены есть, там прадед строитель был, отец был военный строитель. Есть чем заняться для того, чтобы проветрить голову. Некоторые, не знаю, чем заняться, сидят у телевизионного ящика и смотрят все подряд, а там, кроме чуши, практически невозможно ничего толкового увидеть. На некоторых каналах, некоторые передачи иногда можно смотреть. А другие просто водку пьют. Вот и все. Вот так, в такое состояние погрузили нашу страну, то есть творческого подхода к делу никто не предполагает. Только карьера и бабло. Ну, а из этого не может выйти ничего, ничего толкового. Вот я работаю инструментами, которые делают не в России. Болгарка, бошевская, старенькая, правда, но работает безотказно. Сворочный аппарат китайский за 3000 рублей. Сделан, конечно, именно по-китайски. Один контакт отвалился, другой контакт. Но разве это сложный прибор, сделать сварочный аппарат российский и продавать его? Да полно всего, что можно было бы делать в России. Не делают. Не делают и не дают делать. И этот режим абсолютно не приспособлен для того, чтобы что-то производить. Россия сама себя может обеспечить и обойтись без всяких мигрантов, которых зачастую нанимают на те самые работы, которые требуют рукоделия, скажем так, такого мужского. А, впрочем, и женского тоже. Мы бы сами могли все делать. И приборы, и команды создавать. Не так вот я, а так полчаса в день поработать и выходные. Приехала бригада за один день, все собрала и так далее, деньги получила. И я должен, как ученый, получать достаточно для того, чтобы свои дачные задумки, здесь вот площадку для дачного карате оборудовать, чтобы я мог это воплотить, воплотить в жизнь. Я же не хоромы строю, а самые примитивные вещи. Купил трубы, распилил, обмерил, поставил, залил бетоном, соединил, сварил. Все просто, все просто. Управлять государством несложно, если не воровать. Закон вообще создает универсальные правила жизни. Если жить по закону, все просто. А если жить по беззаконию, по беспределу, как живет Путин и вся его шайка сверху вниз, вся эта пирамида чиновничества и прилепившаяся к ней якобы бизнес, на самом деле не бизнес, а тоже воровские структуры, здесь невозможно. Невозможно наладить никакого государственного управления. Хоть ты обцифровизуй там все, ничего не получится. Вы цифровизуете, у вас раз и все. И Московская ГАИ прекращает работать, регистрировать автомобили, потому что сбой в системе. Невозможно цифровизовать жизнь, невозможно. Можно ее только убить. Вот этим Греф, Кудрин, Набиулина, Силуанов и Путин во главе, вот с Грефом на поводке, вот этим они и занимаются. Я думаю, кто будет, кого Путин после себя решит оставить, чтобы гарантировать себе там и своему шоколию вот этому безбедную жизнь и то, что их не привлекут к ответственности за измену Родине и за разграбление страны. Ну, как самого отъявленного подлеца надо. Вот если вы будете думать, а кто после Путина, посмотрите там по сторонам вокруг него, где вот самый просто гнуснейший подлец. Ну, типа Греф, наверное. Вот это вполне, вполне кандидатура. И вот только такие будут от власти, только такие. А нам надо сплотиться и собраться. Сплотиться и собраться, чтобы никого, ни родственников не допустить до голосования, ни друзей, ни знакомых, чтобы они не шли и ни в коем случае не голосовали. Будет один такой ублюдок. Один. Вот нельзя, чтобы люди пошли и проголосовали за других, которые так вот ожерельем вокруг раскинулись, и каждый за своего, чтобы каждому фрагменту так называемого электората был предоставлен свой мелкий негодяй, который обслуживает условия выбора якобы легитимного вот этого негодяя. У нас должен быть не их, не из их среды, кто-то тоже один. Один. Все остальные, все. Мы должны любого, кто отклонится от вот этого курса, объявлять предателем. У нас нет другого шанса будет уходить. Путин в этот момент, наш кандидат должен... Вы его можете не знать сегодня. Это может быть человек вообще малоизвестный и даже в политике не участвовавший. Не важно. А один человек должен быть. Какая-то команда национальных сил сплотиться должна. Никаких либерастов и коммунистов на дух быть не должно. Потому что коммунисты сидят в Кремле. И Путин коммунист, и Ельцин был коммунист, и вся их команда – это продолжение чекизма и большевизма. Никаких левых, никаких этих проходимцев с паркбилетами и красными флагами, с сатанинскими серпами и молотами. Никаких либерастов и западников, которые будут нам говорить «да мы сейчас тут вам и денег принесем». Нет. Только национальные силы и только один человек от национальных сил. Не путать с НПСР. С ними никаких дел не может быть. Они предатели. Они пошли налево туда, к коммунистам, к так называемой трудовой России. И вот это вот просто вот к этим отморозкам, которые не имеют национального самосознания. Нас все время упрекали в том, что мы ходим под хоруглами, под православной символикой. Сами теперь решили подлезть под нее. Русский марш, ага, с левыми не состоялся, то мы сейчас под крестный ход залезем и так сделаем. Нет. Это предательство. Предателей не должно быть. Не должно быть. Вот человек без страха и упрека должен быть, выдвинут нами, объявлен нашим кандидатом. Или я вариант, один из вариантов, который реально может быть. Вот Владимир Васильевич Квачков, самый авторитетный человек среди национал-патриотов, хотя его склонность к сталинизму очень сильно его унижает. Ладно, это ему можно простить как человеку прошлого. Ну, в конце концов, он еще и в 90-е годы не вошел в национально-патриотические силы, по крайней мере, в первую их половину, а позже вошел. Поэтому у него вот этот шлейф советовщины КПСС к нему прилепился, никак не оторвется. Ему единственному, кому можно из сталинистов простить, что он сталинист. Потому что есть заслуги и есть верность Богу нашему, Иисусу Христу, есть правильное понимание церковной жизни, политической жизни. И вот этот вот рудимент, он в конце концов отвалится, либо просто перестанет быть существенным. Вот ему можно довериться и сказать, так, ты нам называешь кандидата, и мы все идем. Но только никакой вот те же самые принципы, никакой связи с КПСС, никакой связи с ЧК, никакой связи с национал-предателями, либерастами, коммунистами. Пусть это будет человек, которого мы вообще впервые видим. Увидим, познакомимся. За полгода можно любого человека по его речи, по его биографии изучить вдоль и поперек. Я могу сказать, что таких людей в России миллионы, которые наголо лучше любого путинского выдвиженца. Любого, пусть этот человек не был никогда министром и не руководил отраслями. Этими отраслями и министерствами руководили за последние 30 лет только негодяи, только. Поэтому, а, был замминистра там какой-нибудь, там директор департамента, возглавлял какое-нибудь там отделение банка или какой-нибудь там топливной корпорации. Все, это крест сразу, сразу. Служил путинщине, все. Все, никогда за таких людей голосовать нельзя, если других не будет на выборах, не ходить на эти выборы. Мы лучше проведем свои, там где-нибудь сами определимся, берем там съезд и выберем своего президента альтернативного. А эти пусть организуют свое. Не будет нормальных выборов, не пойдем на них, не идем. Пафос снижаю, нам спокойно надо подготовиться к этому, есть время. Но надо сдвинуть, извините, как многие теперь говорят, свою задницу с дивана. Посмотреть вокруг, какие есть люди, какие в социальных сетях есть группы, какие потенциально достойные политики, кого можно выдвигать. Хорошо, не в президента, но хотя бы в команду президента, в человек знающий, достойный, честный, ничем себя не уронивший свое достоинство. Давайте мы будем смотреть вокруг себя и восстанавливать социальные связи, порушенные путинщиной и ельцинщиной. Восстановим эти связи, восстановим Русь. Установим русскую власть, всем будет жить хорошо. И русским, и нерусским. Слава Руси, Господи спаси. Слава Руси, Господи спаси.